Добрый вечер. Программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы посвятим разговору о том, что привез с собой из Москвы Виктор Федорович Янукович по результатам встречи и переговоров с Путиным, какого рода экономические соглашения и что это сулит украинской экономике. С удовольствием представляю гостя программы экономист Владимир Соборев. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Но там, собственно, множество документов было подписано. Из них, по-моему, даже не все до сих пор еще обнародованы так, как-то вот по непонятно неофициальным каналам какие-то сходят скриншоты. Но, тем не менее, среди договоренностей о строительстве самолетов Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями и прочими там пунктами, есть, наверное, два принципиально важных и самых, пожалуй, главных результата. Это газ по 268,5 долларов за 1000 кубов и кредит, коммерческий кредит, 15 миллиардов долларов, 5% годовых, если не ошибаюсь, да? Вот давайте это разбираться с главного. Ну да, по меньшей мере, хоть это можно пощупать, потому что все остальное это вещь такая пока декларируемая, но будем смотреть, оценивать попозже. Значит, ну вот как уже отметил Пензенек, вот почитал он договор газовый, цифры 263 там или сколько, он там не видит, там ее нет. Вот, это нам только предлагается поверить в то, что это будет подписано. Но это не договор, договор-то остается тот же, насколько я понимаю, который подписал эти машины, это приложение вносится, да, приложение к договору. Да, поэтому хитрость состоит в том, что договор не отменяется 2009 года, но введен механизм ежеквартального подписания доп. соглашения к нему с фиксацией цены на газ, так? Поэтому цена на газ на сегодня, та, которая объявлена, это цена, которая обещана в случае, если будет 10 января, не позднее, подписано соответствующее доп. соглашение, так? Условия этого до соглашения не обнародуются, мы не знаем, что мы должны будем за это, так сказать, заплатить, поэтому на сегодня это только декларация. То есть я буду надеяться, что нас не обманывают, но пока что цена, которая объявлена, не стала фактом. Это первое. Второе, нам с вами, как, так сказать, потребителям коммунальных услуг, от этого ни жарко, ни холодно, потому что, в принципе, мы по умолчанию пользуемся как бы нашим газом собственной добычи, который несколько раз дешевле европейской. Поэтому, на самом деле, если кто-то что-то и выиграл, чисто в плане собственного шкурного интереса, вот это олигархи, потому что, естественно, если цена на газ на треть ниже будет, то, естественно, их затраты уменьшатся, их прибыли возрастут. Только вопрос в том, если за период действия газового соглашения, по официальным данным, объем потребления газа у нас уменьшился примерно чуть ли не в два раза, так? То есть, даже когда была кабальная, невыгодная, ужасная, смертельная цена, из-за которой мы там чуть ли не погибали, на завтра был дефолт, якобы уже планировался, если успешно мы с этим справлялись, газопотребление снижалось, то нужен ли нам теперь дешевый газ? Это раз. И если к нам приходит дешевый газ, нужно ли нам продолжать программу энергосбережения? Ответ очевиден – нет. Поэтому вопрос, смысл в чем был? Так, это первое. Второе, как-то пока обходится вопрос о цене реальной за это, так сказать, газ, потому что в этой снижке, в этой скидке, как будто бы, по логике, если действует старое соглашение, должна сидеть так называемая скидка, та 100-долларовая. Горя, что там, собственно говоря, она и есть. Она никуда не девалась, но это же, как оказалось, опять-таки не скидка, а блеф, это просто оформление каждый раз растущей суммы государственного долга. Тоже вопрос, где здесь экономический интерес Украины. Эту сумму, кстати, в 3 миллиарда долларов в год оценивает, растущую как раз за этот счет. Вот, поэтому пока концы с концами я свести пока не могу, пока информации недостаточно, поэтому берем паузу. Что касается этого кредита замечательного, 15 миллиардов, то обратите внимание, цена 5% это очень высокая цена этого кредита. А МВФ, я прошу прощения, сколько обычно там? По 3, да, по 3 с 8, то есть намного дешевле. Поэтому получается вполне возможны предъявительные расчеты, что так называемая скидка в цене полностью перекроется процентами по грабительским процентам по этому кредиту. Обратите внимание, что в принципе ЕС был готов обсуждать с нами вопрос о 20 миллиардах евро, значит, под негативы, связанные с присоединением к сорванной ассоциации. Вопрос тоже, что выгоднее пока открытый. То есть, поэтому для меня не очевидно, что этот кредит 15 миллиардов для нас выгодный. Так, теперь опять же условия его предоставления, сроки предоставления пока в деталях, так сказать, не проработаны. Ну, там есть, если не ошибаюсь, сегодня информация о том, что до конца года 3 миллиарда якобы обещают. Да, эта цифра гуляет, но опять-таки полной картины нет. Поэтому с какого, извините, перепоя я должен поверить в то, что это опять-таки будет выгодно Украине. То есть, может быть, но очень как-то все это сомнительно, поскольку не раскрывается все и чувствуется, что есть недоговоренности. Чувствуется, что далеко не все, о чем договорились, было положено на бумагу. Вот, а дальше, естественно, помня, как еще месяц назад парализовали наши внешние экономические связи с Россией, усилиями украинской, российской таможни. Да, когда практически прекратился, так сказать, экспорт и агрессивно довольно вели себя на границе. И чиновники, трудно поверить в то, что, значит, вдруг за этот месяц Путин нас сильно очень полюбил, решил нам сделать какое-то благо. Тем более, на самом деле, шаг Путина вызвал резкую критику в отношении кредита даже среди российского политикума, потому что эти деньги берутся из этого самого фонда. Стабилизационный фонд, который, да. Эта сумма немалая. Ну, понятно, она, если разбросана по годам, то есть это не сразу на момент 15 миллиардов, но это 15 миллиардов, так? Если сегодня уже россияне сталкиваются, а не сталкиваются с тем, что не хватает денег на пенсионные выплаты, спрашиваются, за какие такие заслуги Путин вдруг полюбил Украину. То есть, получается, вопрос, это не экономическая целесообразность, а политическая, да? Совершенно верно, да. Совершенно верно. Поэтому, вот, резюмируя вот то, о чем мы пока говорим, тут чистая политика и, по моим ощущениям, скорее негативного плана для интересов Украины, чем позитивного. Потому что, на самом деле, вот то, что критиковали при соединении к ЕС, вернее, к соглашению о свободной торговле, это открывало шанс, в принципе, развития новых современных технологий. Вот, и не секрет, что Россия, в общем-то, очень сильно отстает от общемировых достижений. Опять-таки, все эти нано-всякие прожекты очень красиво, наоборот, выглядят, но до реального внедрения очень далеко. То есть, Россия точно сегодня не в фаворе мирового технического прогресса. И последние шаги власти, которые фактически уничтожили Национальную академию наук, тоже мало дают надежд для оптимизма. Я имею в виду долгосрочного, не конъюнтурного, сиюминутного политического, который, допустим, получение этих трех миллиардов, а в следующем году, возможно, еще какой-то суммы, в какой-то мере отсрочит неизбежный экономический крах Украины. То есть, это выгода от этого политические дивиденды получает только действующая власть. Вот поэтому понятно, что, скорее всего, основной мотив, который ее двигал, создать себе некую финансовую подушку для того, чтобы попытаться обеспечить сохранение президентских полномочий. То есть, экономика здесь никакой не пахнет. На следующий год на полтора года где-то, да? Но независимо от того, чем закончатся выборы, то есть, я не верусь их прогнозировать, но по-любому, кто бы ни пришел к власти в 2015 году, у него за душой, как говорится, вернее, у него к ногам будет привязана вот эта очередная гиря 15-миллиардного этого долга, который уже появился. Поэтому, если бы можно было без него обойтись... А можно ли без него обойтись? Потому что риторика о том, что Украина спасена, она звучит, прежде всего, ну да, из уст Кабмина понятно, но она звучит очень активно с центральных каналов Российской Федерации, причем звучит очень интересно. Конечно, вот люди на Майдане ждали помощи с Запада, это дословно, это вчерашний первый канал, а она пришла из России. Хотя, собственно, ну не знаю, ждали ли помощи конкретно стоящие на Майдане, наверное, другие немножко цели. Но, тем не менее, насколько серьезна действительно ситуация, насколько остро нуждается сейчас Украина в такого рода кредите? Понимаете, в чем штука состоит? Украина имеет большой дефицит финансовых ресурсов, безусловно. И всегда, когда мы говорим, как уйти от проблемы дефолта, мы говорим об источниках, так? То есть источник теоретически может быть российский, может быть западноевропейский, а может быть наш собственный внутренний, олигархический. То есть мы все время говорим, ребята, как-то вы стыдливо умалчиваете о том, что у нас почти два бюджета гуляют в офшорах, так? То есть вы пробовали их оттуда вынуть и пустить на благо нашей любимой родины для того, чтобы обеспечить модернизацию? Скорее нет, чем да, так? Мы говорим о бюджетных проблемах, с нас все время МВФ требует повысить тарифы на коммунальные услуги, тарифы на газ для населения, заморозить пенсии, пособия и так далее. Хорошо, но вы пробовали без этого обойтись, да? Пробовали найти финансовые ресурсы пополнения доходов бюджета путем уменьшения налогового давления на бизнес, сокращения государственного рэкета в виде всяких этих контролирующих инстанций и так далее и тому подобного. То есть никто в эту сторону даже не смотрит. Поэтому вопрос, если он не проработан и не решается, то тогда, конечно, может показаться, что действительно никто, кроме, как, допустим, Путин, нас не мог спасти. Но дальше у меня вопрос. А если мы не занимаемся решением своих проблем финансовых внутри, прежде всего сами, путем наведения порядка, в том числе в госфинансах, в этих закупках государственных, тендерах с одним участником, где цены там в три раза выше мировых и так далее и тому подобное, где откаты достигают 90%, то нам, конечно, никогда не хватит никаких 15, 20, 30, 40 миллиардов путинских, Европейского Союза и так далее. И для меня вопрос основной, вот эти 15 миллиардов предполагаемые, да? А что с ними будет? Потому что долг мы уже повесим. А как мы их используем? Не окажутся ли эти 15 миллиардов, как и все предшествующее, так сказать, достояние извне, в карманах рассованы олигархов через вот эти вот непрозрачные бюджетные процедуры, так? Поэтому вот этот вопрос, об этом никто не говорит. То есть от этого власть уходит. Она же думает, что этой проблемы, если она об этом не говорит, этой проблемы нет. А проблема-то есть, и, собственно, угроза дефолта была связана именно с этим. Поэтому от того, что нам кто-то что-то дал, не факт, что реально это решит, риски снимет, которые на сегодня нависли. Предполагается, что под это дается. Но вопрос только в том, что может это дефолт оттянуть на год. Когда уже не нужно будет заботиться об электорате. Вот какая реальная опасность есть, связанная с этими деньгами. Будет ли такого рода кредит влиять на реальный курс гривны? Он сейчас, я понимаю, что он сейчас нереальный уже, да? Он сдерживается уже достаточно долго. Ну, он завышенный, да. Но на самом деле, опять-таки, куда пойдут эти деньги? Потому что проблема-то с курсом связана из-за нерегулированности платежного баланса. Поэтому по общему правилу, в принципе, такого рода кредиты не должны пускаться на поддержание искусственное. То есть вопрос в чем? Сам по себе кредит непосредственного влияния на валютный курс долговременного не оказывает, оказать не может. Потому что на самом деле курс формируется на основе того, если здоровая экономика, у нее устойчивый экспорт, она может обеспечить себе импорт, она не сильно зависима от импорта и так далее. Поэтому ей, в принципе, может вообще не надо кредитов. А с другой стороны, если берется кредит под стабилизацию платежного баланса, то опять-таки это сиюминутное ситуативное реагирование, не затрагивающее глубинных структурных проблем. То есть куда ни кинь, кругом клинь. Вот так, вот так. Сам по себе кредит в условиях нашей олигархической системы, насквозь празднившей и коррупционной, он нас по определению не спасет. Вот это знаете как? Это как наркоман. Доза может расти и расти, ты думаешь, что тебе лучше и лучше. На самом деле твой организм подходит к черте, за которой ты просто в один момент берешь и умираешь. Безвозвратно причем. Поэтому непосредственно едва ли. Это способно как-то позитивно повлиять на курс. Вот последние экономические договоренности, повлияют ли они на отношения наши с другими международными организациями? Это, естественно, прежде всего, международный валютный фонд. Я думаю, не сильно, потому что, в принципе, международному валютному фонду, извиняюсь за выражение по барабану, где что мы берем, потому что это не его ответственность. Он, если он будет давать свои деньги, то он все равно будет смотреть на макроэкономические показатели. Если, допустим, этот кредит им каким-то образом их улучшит, хотя непонятно, как он и может улучшить, потому что это увеличение внешней задолженности. А увеличение внешней задолженности – это дополнительный риск для МВФ не получить обратно свой кредит, поскольку и так Украина стала должна еще больше. Поэтому, если в результате этих, так сказать, влияний, вливаний предполагаемых, не проводятся структурные реформы, а у меня надежды на то, что их кто-то будет проводить, никакой нет, то это как мертвого припарка все эти кредиты, независимо от того, кто их дает. Просто отличие, обратите внимание, отличие, скажем, европейского подхода от российского к этим вопросам, состоит в том, что европейский, в принципе, ориентирован на то, что если мы даем деньги, то под изменения, под реформы прогрессивные, включая изменения законодательства, прогрессивные бизнес-климат и так далее. Россия этого ничего не требует. А что она требует взамен, нам сие неведомо. Это настораживает. Да, это, в общем, настораживает. И сразу естественный вопрос. В филантропию Путина верить, но невозможно даже, будучи его активным союзником. Скидка в 100 долларов обошлась в истории севастополя. С ростом госболга совершенно верно. Да, фактически там продлили на достаточно тоже непонятных основаниях и непонятная экономическая база, но тем не менее, то есть как бы там цена есть какая-то здесь, что совершенно неизвестно. Это, конечно, действительно настораживает. Когда тебя подвешивают на крючок, тут ведь это выдаётся за большую победу, но на самом деле большего унижения страны, на мой взгляд, вот этим механизмом представить себе трудно. Потому что каждый квартал ты должен ходить кланяться, чтобы тебе цену сохранили или снизили. И что с тебя взамен потребует, ты заранее не знаешь. То есть ты полностью зависишь от воли, желания, настроения старшего брата. Мы же не за это боролись 22 года назад. А получается, к этому приходим. То есть в принципе в плане интересов Путина, который стремится восстановить империю в границах СССР, у него есть своя философия, своя логика, можно не спорить, не разделять, но это полностью и вписывается на 100% в его подход. То есть он хотел Украину удержать, он её удержал. Он хотел её привязать, он её привязал. Он захочет следом её ликвидировать как независимое государство, ему мало осталось уже для того, чтобы это сделать. Тут совершенно в этой связи непонятно, что желает наша власть, потому что, к сожалению, наша власть молчит по этому поводу. Я уже не говорю о подготовительном этапе, уже хотя бы после рассказали бы. Она заинтересована в своеобразно понимаемом трактовке стабильности. То есть ей ясно, что если бы не было кредита, нас бы ожидали очень тяжелые времена, а ей кажется, что если получится какая-то сумма, которая заткнет какие-то дыры, то это каким-то образом ситуацию оздоровит. Хотя это совершенно не оздоровит, это просто замажет существующие проблемы на время. С тем, чтобы обострить их сильнее через какое-то время, когда уже не будет возможности даже новые суммы получать. Владимир Михайлович, спасибо, что сегодня были нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом всё. Вот такие вот у нас печальные дела. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова